Дорогие друзья, Илья Русакова, аплодисменты! Илюх, начинаем. Иди, я сейчас твою презентацию включу. Самое главное, там более 700 человек сейчас в онлайн-трансляции сидят, поэтому все здорово. Трансляция, кстати, отвалилась, мне сказали. Нет, она продолжается, это может у кого-то там... Так, Илья. У тебя флешка или что? Ах, ну надо фамилию всегда писать, чтобы понимали. Окей, кликер. Все, в центр зала. Аплодисменты, Илья. Всем привет. Сегодня хотелось бы рассказать про KPI. Для чего они нужны вообще для нашего рынка и нужны ли. На самом деле тяжело продвигать сайты, при этом никак не отчитываясь перед клиентом, не отвечая ни за что. Поэтому мой основной призыв потихоньку наш рынок делать более цивилизованным, вводить необязательно экономические, ну какие-то KPI, по которым вы сами будете мерить результат и клиент будет мерить результат ваших работ. Ну, представлюсь. Зовут меня Илья Русаков, владелец студии по продвижению сайтов Impulse, основатель сервиса SEO-Reports. И, ну, кто-то меня знает как SEO-блогера, автора блога SEO-insoul.ru. Продвижением занимаюсь с 2008 года. Люблю работать с крупными и средними e-commerce проектами, но, к сожалению, в практике зачастую бывает не так, и много мелких проектов также присутствует. На данный момент рынок SEO выглядит примерно таким образом. Есть, конечно, исключения из правил, но средняя оценка, она именно такая, что взаимодействие SEO, агентства, либо фрилансера и клиента, оно примерно на таком уровне. Зачастую инициатива и вообще такое отношение, оно идет не от клиента, а от SEO-шников. Многие из нас ведут какие-то крупные проекты и, ну, не хотят работать с мелкими. Кто-то ведет достаточное количество проектов для себя и уже, ну, становится лениво брать новые, ну, отвечать, опять же, за них растить как-то. Буквально совсем недавний пример, когда мы для своей студии искали SEO-шника на удаленку, то есть ребята даже не хотят никаких действий делать, там, если чек, ну, на конкретном примере меньше, там, 25 тысяч, то есть люди не двигаются, люди не шевелятся, ну, SEO-шники, как уже сказал ранее, становятся ленивыми. Многие SEO-шники также вешают ярлыки на своих клиентов. С крупными клиентами, ну, в принципе, все понятно, здесь проблем вообще никаких нету. Даже если клиент требовательный заставляет и придумывает какие-то работы, которые, возможно, даже не нужны, SEO-шники всегда готовы терпеть, так как там высокие бюджеты, хорошие деньги. Начинаются проблемы уже на этапе работы со средними клиентами. Зачастую их хотелки, их требования уже выбиваются из бюджета, который они платят, но, ну, большая часть со средними проектами также продолжает, ну, работать, как бы еще более-менее лояльно к ним относятся. Ну, есть, наверное, основная масса, это мелкие клиенты с мелким бюджетом. Хотел вот у вас спросить, почему на данном слайде, напротив мелких клиентов, я отобразил пылесос. Кто может отгадать? Не сосут проблемы. На самом деле именно мелких клиентов SEO-агентства и фрилансеры пылесосят в прямом смысле слова. Именно на мелких клиентах предлагаются тарифы на продвижение в виде мы вас выведем по 10 ключевым словам, которые там 9 из 10 могут быть нулевиками. Кто-то предлагает вывести 30 запросов, но на самом деле по 20 из них клиент уже в топе находится. Кто-то предлагает такие тарифы, как увеличение траста, когда клиент платит за мифическое увеличение траста, якобы работают над сайтом, но по факту студии или агентства 100% кладут себе в карман и просто ждут, когда возрастной фактор увеличится, и после этого уже приступают к продвижению, тем самым подписывая клиента на более дорогой тариф. Обычно все эти проблемы возникают именно с мелкими клиентами. Естественно, после таких тарифов, после такого отношения, клиенты становятся примерно как на слайде. Они становятся озлобленными, они становятся в прямом смысле слова вампирами. Они высасывают уже из нового подрядчика все силы, всю кровь. На нашем, опять же таки, примере совсем недавно пришел клиент от конторы, назовем ее условно теннис. И клиент настолько был, в прямом смысле, озлоблен, что абсолютно не было никакого доверия. Два-три раза в день звонил, дергал нашего аккаунта, и время, которое он у нас отнимал, было гораздо больше, чем то, которое вообще требовалось, за которое он платил. И работать с такими клиентами действительно нерентабельно. Даже мы иногда отказываемся. То есть это нормально. И в этой ситуации мы как бы были плохими. То, что мы начинаем отказываться, там динамить как-то клиента. Ну, основная цель как раз таки вот этого избегать и правильно работать, взаимодействовать с клиентами, чтобы они такими не становились. Еще одна большая проблема – это отчетность перед клиентами. Отчеты бывают двух видов – плохие и никакие. Пример никаких отчетов можете видеть на слайде. То есть это буквально один-два скриншота из метрики, позиции по пяти ключевым словам. Ну, еще кто-то начал добавлять работы, проведенные по сайту. Есть плохие отчеты. Не знаю, как видно или нет. Но суть в том, что в начале графика просто, да, зарисовали примерно такие же показатели и выдали клиенту… Еще в конце добавили такой хороший рост. Вот. Выдали клиенту вот такой вот график, что у нас все классно, мы растем. Ну, пример вот взят отсюда. На любой бирже фриланса можно встретить такую задачу. То есть клиент, наверное, заплатил условно 10-15 тысяч рублей, а ребята за 3 доллара в конце месяца заказали улучшение изображения статистики. Классно, классно. Но потом эти клиенты приходят к другой студии, приходится с ними работать. Доверия, естественно, никакого. Есть еще некоторые уловки. Уловки с сезонностью. Все прекрасно понимают, что у любого вида бизнеса есть сезонность. Обычно летом спрос ниже, и осенью к зиме он начинает расти. Это нормально, нормальная практика. И при предоставлении отчета люди сравнивают с сентябрь с августом. Там присутствует рост трафика, возможно, хороший рост трафика. И студия этот рост выдает за результат своей работы. Хотя по факту это просто вырос спрос. Там ни позиции, ни улича, ничего. Но клиенту преподносится это так, что мы классные ребята. Мы весь месяц только над вашим сайтом работали. Смотрите, что мы сделали. Есть обратная сторона сезонности. Когда у конторы, наоборот, не получается показать положительную динамику. Вот пример спортивных товаров. То есть если мы возьмем запрос спортивные товары общие, у него график с сентября по декабрь растет. А если мы возьмем запрос спортивные товары в Москве, то здесь с сентября по ноябрь, наоборот, отрицательная динамика. И практически в каждой тематике есть общий какой-то запрос. Обычных немного, но они есть. Которые выбиваются из общего графика сезонности. И такими графиками, опять же таки, можно оправдываться перед клиентом. То есть если у нас нет положительной динамики, мы 5-10 минут тратим в поиске таких запросов. И в отчете пишем в виде оправдания. Вот, извините, мы очень-очень плотно работали с сайтом. Но он не вырос не потому, что мы не работали, а потому, что сезонность упала потерпеть. И вот в декабре там опять начнем расти. Кстати, никто так никогда не делал? Нет таких примеров? Все честные, да? Можно, в принципе, каждый месяц так делать. Ну, естественно, с такими уловками, с такими методами долго на рынке продержаться нельзя. Рынок сам выплюнет вас. То есть есть, и многие приводят примеры, когда директора говорят, что хотят… Вот я хочу топ-1, и мне все равно. Да, они так говорят до тех пор, пока у них есть другие рабочие каналы. И они не видят, что там это не топ-1 им дает результат, а совсем другой канал. Как только другие источники у них иссякнут, они начнут понимать, что топ-1 это ничто, что трафик, если он не целевой, так же ничего не дает. Со временем они будут подводить и желать какие-либо конверсии или продажи. Собственно, кто не сможет их предоставить на рынке, вряд ли долго продержится. Хотя, наверное, там сезонностью еще что-нибудь придумают. Смогут как-то на рынке удержаться. Но на самом деле правильнее начать работать с KPI. То есть клиенту в первую очередь нужно конверсии и продажи, ну и в некоторых случаях ему просто нужно увеличение индекса известности. Тоже приемлемый показатель. Если мы возьмем какой-то портал, например, а не прямой коммерческий сайт. Нам нужно как бы это для клиента делать. Тогда у нас получится завивать его лояльность и увеличить средний срок жизни. Собственно, вместе с вами я хотел обсудить, как мы будем выживать и какие KPI, какие стандарты мы будем предлагать клиентам. Давайте прямо с вами обсудим. Первые пока не экономические, а самые такие простые KPI, по которым можно оценивать результат работы. Назовите меня вот какой-нибудь KPI. Такой самый простой, самый старый, с которого начинались… Да, правильно, позиции. Это самый старый, основной, но позиции по 10 запросам, допустим, они ничего не дают. То есть гораздо лучше и правильнее работать, ну, например, 200-500 запросов и уже показывать клиенту не позиции там первые именно по этим запросам, а улучшение видимости по этим запросам. Видимость – хороший показатель, берем его в KPI. Какие еще могут быть KPI? Трафик. Все правильно. Трафик тоже бывает разный и правильнее его брать за вычетом брендового трафика. Отчасти SEO, SEO-канал на брендовый трафик тоже влияет, то есть повторные переходы, они уже могут быть по бренду, но также большая часть из них может за счет наружной рекламы, другой какой-то рекламы, поэтому правильнее все-таки брендовый трафик вычитать. Следующий неэкономический показатель – это конверсия. Тоже очень хороший KPI, и конверсию, если взять как обособленный показатель, ее, конечно, можно улучшить только за счет, например, уменьшения трафика. Но по-правильному работать именно над улучшением качественного конверсионного трафика и за счет юзабилити. Юзабилити либо экспертного, либо через сторонние сервисы, ask users, например, то есть брать ассессорскую оценку, улучшать сайт, улучшать тем самым конверсию. Отлично. Ну, хороший показатель, действительно, для клиента важный. Тоже берем его в наши стандарты. Давайте теперь поговорим про экономический KPI. Самый простенький, какие вы знаете. Экономический показатель. Рой, все правильно. Но к рой мы попозже придем. Давайте попроще. Да, ну вот тут сказал цена клика. В принципе, цена перехода, если мы говорим о SEO. То есть стоимость привлечения этого посетителя считается элементарной. То есть просто берется бюджет и делится на количество привлеченных пользователей. Ну, здесь тоже правильнее считать за вычетом брендового трафика. Какие еще экономические KPI? Ну, не рой пока. Рой у нас следующий будет. Не обязательно. Да, цена лида, стоимость конверсии. Считается, в принципе, точно так же, только делится не на количество переходов, а на количество конверсии. Сам лид, ну, вы сами определяете с клиентом, что это может быть. Это может быть, если это интернет-магазин, естественно, заказ. Это может быть звонок для сайтов услуг. Это может быть оставление заявки. И, в принципе, всегда даже для сайта-визитки можно придумать какое-то целевое действие. Бесплатный вызов замерщика, еще какие-либо точки захвата, по которым вот эту стоимость привлечения льда и считать. Что самое приятное, вот эти два показателя, над ними действительно при хорошей качественной работе над ресурсом их можно, их совсем нетрудно улучшать. То есть в рамках того же бюджета увеличить поисковый трафик вполне реально и под силу любому SEO-шнику. За счет этого мы сможем стоимость посетителя уменьшать. И, ну, следами примерно та же история. То есть мы увеличиваем поисковый трафик и еще работаем, стараемся работать над конверсией, улучшаем юзабилити, отказываемся от запросов, которые приносят нам отказы, а работаем, акцентируем на конверсионных запросах. То есть все это под силу любому SEO-шнику. Поэтому клиенту будет приятно, и SEO-шник вполне может под них подписаться. Ну и следующий показатель, про который уже говорили, это ROI. То есть ROI по усложненной формуле – это уже компетенция бизнеса. Нам достаточно ROI считать приблизительной, ну, приблизительной, насколько окупаются затраты именно на SEO. Считается он тоже просто. Делится прибыль, полученная с этого канала, на бюджет, который мы тратим на продвижение. Не, ну, ROI можно считать по периодам, по различным периодам. Ну, на выходе у нас есть KPI, который мы обсудили. Собираем это все воедино, делаем это все наглядным для клиента, и в идеале экономим время. То есть те же экономические показатели можно в Excel-ке простые формулы составить. И все вот это предоставляем клиенту, экономим свое время, и на выходе клиент рад. Он действительно получает не позиции по пяти фразам, он получает, он видит, что SEO работает, уменьшается стоимость привлечения лида, если мы по лидам работаем. И, ну, довольны обе стороны. Доволен как клиент, так и сам SEO-шник, либо студия. Мы в рамках студии все это дело постарались автоматизировать. Причем, ну, как бы, сложно в этом ничего нету. Выбираем нужные нам цели, по ним рассчитываем стоимость лида, вычитаем поисковый брендовый трафик, ну и считаем ROI. Все это делается в один клик, и ключевые показатели выводятся сразу для клиента, он сразу может их видеть, оценивать, все это дело вводится в динамике. Ну, также для клиента показываем другие общие показатели, которые также могут быть важны, ну и чтобы он понимал там и географию пользователей, чтобы он видел, что там на московский сайт не идут к нему люди, допустим, с Рязани или еще откуда-то. Вот. Ну, все это дело функционально, наглядно. На выходе клиент очень рад. Срок жизни клиента увеличивается, увеличивается в разы. И что самое приятное, за счет автоматизации можно так работать даже с мелкими клиентами, у которых невысокие бюджеты. То есть обычно вот такой ярлык, если клиент платит мало, то для него студия, сеошник особо не старается, не делает отчеты, пусть он сам там лезет в метрику, еще что-то делает. На самом деле все это можно автоматизировать и предоставлять даже маленьким клиентам, увеличивать количество маленьких клиентов и на этом тоже очень хорошо зарабатывать. При этом клиент не будет озлоблен, клиент будет лояльный и возможно в будущем увеличить чек на продвижение и перейдет уже в следующую стадию средних или крупных клиентов. Если не верите, что все это на автомате можно сделать буквально за 10 секунд, я предлагаю вам попробовать сервис SEO Reports. До 1 октября бесплатное пользование 3 месяца по тарифу фрилансер по этому промо-коду. Можете фоткать, твитить, фейсбучить, потому что презентации, я думаю, до 1 октября вряд ли разошлют вам. Вот. Ну, кто не успел, кто-то опоздал. Спасибо вам за доклад. Ваши вопросы. Илья, спасибо за доклад. Здорово, здорово то, что ты автоматизируешь такую достаточно сложную вещь, как отчеты. Но у меня как бы вопрос, комментарий даже, да, к тебе, как, я думаю, что у тебя уже есть какие-то выгрузки данных по отчетам, да, какой-то фидбэк, наверное, есть. Я вот как бы что заметил, я так все не очень давно заметил вот такую вещь, что если с сайтом клиента все хорошо, ему в принципе наплевать, какой будет отчет. Если растет трафик, растут позиции, на все его запросы отвечают адекватно, какой бы ни был бюджет. И наоборот, даже при крупном бюджете, если с проектом все плохо, если не соблюдаются договорные отношения, какой бы отчет ему не предоставили, на 150 страниц, на 300, клиенту так же все равно будет недоволен. Вот в этой плоскости можешь какую-то, не знаю, данные по статистике, насколько становится клиент, у которого все плохо, более довольным от получения вот такого отчета. Спасибо. Ну смотри, если с сайтом действительно все плохо, то, естественно, никакой отчет, ситуацию абсолютно никак не исправит. Если над сайтом не ведется никакой работы, то, естественно, ни циферки, ни графики, они лояльности и доверия не вернут. Другой момент, что можно отчеты показать в различных срезах, показать в динамике то, что если, конечно, за полгода не было вообще никаких улучшений показателей, здесь вопросов нет. Но если есть где-то какие-то периоды уменьшения стоимости лида, уменьшения стоимости перехода, можно как-то аргументировать и показать и найти причины, почему, собственно, нет роста. Естественно, ну, как сказал с самого начала, если нет продаж, нет никакого роста, то, естественно, ни кетчу не спасут. Ну, я добавлю еще, да, представим ситуацию. Артур сказал, что это не редкость, да. Приходит какой-то жирный клиент в агентство интернет-маркетинга, который только умеет что перепродавать и брать скидки дикие. Да, оно, соответственно, обращается, например, к тебе, да. Частая ситуация. Вот, соответственно, есть там, как бы, разные агентства, есть разные заказчики, да, исполнитель ты один. Иногда надо сделать отчет, но осуждается, чтобы это, чтобы отстали. Вот, иногда надо сделать отчет, чтобы он был красивый агентство, чтобы оно туда добавило свой лейбл, бренд, да. Типа, все круто, давайте еще там миллион, да, тебе доедет. Вот, соответственно, вот эту рутину, может быть, как бы в агентство можно и впаривать. Да, тем более, есть, как бы, большие крупные организации, когда, ну, не знаю, начальник отдела требует от какого-то сотрудника отчет по ситуации. Они могут заказывать, там, этот отчет у нас и предоставлять, там, это сотруднику, ну, руководителю, либо перепродавать вообще эти отчеты, там, другому какому-то бизнесу, если людям нужен какой-то, там, первичный анализ. То есть тут ситуации могут быть разные, в зависимости от подхода. Давай. Здрасте. Здрасте. Дмитрий Виваки. Вопрос такой, первый, вы используете share of voice как KPI? Что именно? Еще раз. Share of voice. Ну, видимость просто на, как бы, там, конкурентной основе, то есть, условно говоря. Ну, видимость выдачи сайта. Да. Ну, у нас прикручены сервисы по съему позиций, которые, собственно, эти данные предоставляют. Ну, картину вы не снимаете, да? То есть, условно говоря, я целый месяц занимал, там, 30% выдачи на первом месте, а мои конкуренты были все время ниже, ниже. Ну, мы данные сами не собираем, мы их тянем из сервисов. Сервисы предоставляют, собственно, топы по тем или иным фразам, видимость. Вот эти данные мы показываем. У себя пока мы не считаем, там, в сравнении с конкурентами, такие штуки мы пока не считаем у себя. Второй вопрос. Спасибо. Вы имелите контекстную рекламу? Ну, допустим, я размещаюсь по брендовому запросу, мне интересно, кто мой конкурент. На данный момент контекст вообще не считается. Собираетесь это делать? Да, да, делать собираемся, но тут сложности определенные есть, например, с Google Analytics, то есть мы из метрики, из Analytics тянем данные, чтобы контекст, ну, тот же директ, корректно считался, он должен быть очень хорошо и правильно размечен. То есть здесь уже вопрос именно с конечными клиентами, как они все правильно и готовы ли у них аналитика, чтобы мы это считали. Спасибо большое. Можно, можно, можно вопросы, друзья. Мне, безусловно, очень нравится, что есть вопросы. Спасибо большое за доклад. Сервис действительно классный. Пользуюсь уже 4 месяца. Денис Нарижный, студия F1. Хочешь еще 3 попользоваться? Вопрос, вопрос, подождите. Снимай, снимай. Илюх, вопрос. Когда уже наконец-то будет внедрена Rush Analytics? Мы пользуемся по схему позиций им. Хотелось бы от тебя конкретную цифру на камеру, чтобы я потом мог тебя спросить. Спроси у Олега Шестакова, когда они сделают АПИ. АПИ когда будет, Олег? Спасибо, Денис. Мы не делаем, только потому что Rush Analytics не готов. Ладно, ну раз уж пошла такая пьянка, надо резать огурец. Дайте, дайте, дайте микрофон. Дай микрофон. Еще жадный такой. Сделаем АПИ в октябре. В октябре будет готова публичная АПИ. И у нас есть к тебе встречный вопрос. Вопрос очень интересный. Меня интересует. Милого парня хочу спросить. Илья, вопрос такой. Как считаются метрики видимости в вашей системе? Метрики видимости? С сайта выдачи? Да. Ну, в принципе, вопрос уже этот был. Я хочу еще раз послушать. Мы тянем эти данные из сервисов по съемам позиций. Спасибо. Со сторонних сервисов. Сами мы не считаем их. Двет короткий. Нас устраивает этот веру. Какой алгоритм используется в этом сервисе? Как вы взвешиваете вордстат и позицию выдачи? Мы не делаем этого. Илья, сейчас можно все. Давайте. Слушай, два вопроса. Один чуть подлиннее. Стань, пожалуйста, представься, чтобы тебя видели остальные. Сергей Доронин, ремарка. Смотри, а ты замерял количество времени, которое уходит на то, чтобы ручками склепать все то же самое, что у тебя тратится? Ну вот просто интересно. Например, на каком количестве сайтов становится выгодно? Если я делаю один сайт или там 10 или 40 веду, и тогда вот выгодно по времени делать твоим сервисом? Ну, собственно, сервис и вырос из того, что вот эти делания отчетов руками занимали очень много времени. Ну, а время вот на один отчет? В среднем минут 20. Ну, чтобы нормально проработать на отчет, минут 20-30 на него уходило. Если в день, там, первого числа мы делаем уже, ну, там, 15 отчетов, это целый рабочий день. Ну, да, понятно. И второй еще вопрос. Давай. Ты там смотрел график, который там рисовали. А ты не хочешь сделать там кнопку какую-то такую дорогую, сделать хороший отчет? Ну, за дополнительную плату. Для чего? Если будет такая подребность, мы подумаем. Пока не будем. На фоне шутки. Спасибо. А, это не микрофон? А, нет, это смартфон. Хорошо. Да, окей. Где микрофон? А, все, вижу, да. Вика. Скажите, пожалуйста, есть возможность… Меня зовут Данила. Данила, компания «Алгоритм успеха». Есть ли возможность в ваших отчетах оставить… Ну, напротив одного комментария от специалиста, маркетолога, SEO? Вот у нас есть блок, где настраивается структура отчеток. Абсолютно каждому можно вводить комментарии. Спасибо. То есть мы их не стандартизировали, потому что они уникальны практически всегда. Поэтому сам специалист вводит их. Там была рука или просто почесал? Андрей, Епрома, Нижний Новгород. Например, у нас копия трафик, и мы должны предоставить отчет, клиенту отчет о том, что этот траф целевой. То есть мы, например, как это делается? То есть сейчас из аналитики уже ничего не выгрузишь, потому что все шифруется, вся пыльская фраза. Из метрики там уже больше 50% все шифруется. И как вот это вообще делать? И причем уже еще и брендовый трафик нужно вычислить из этих запросов. То есть как в итоге поступать? Я немножко, ну вначале, может, не расслышал, не понял до конца. Продвижение по трафику у нас. Мы предоставляем отчеты клиенту, что это нужно сказать, что это траф целевой. И предоставляем список всех поисковых фраз, запросов. То есть откуда брать этот список слов? Я не заскринил, но в общих показателях есть как раз поисковые фразы, по которым были переходы, и там также настраивается количество этих фраз. А откуда они берутся вот эти фразы? Они берутся в зависимости от того, откуда вытянете данные либо из метрики, либо из Google Analytics. Но все равно они получаются обрезанные. Если не оттуда, не оттуда. То есть если нодсет там у Google, то будет тут нодсет. А как вообще справляться с этой проблемой? Есть ли какие-то способы решения? Есть способы, пока только в теории, как можно предварительно, ну не предварительно, а примерно понимать, целевой трафик это или нет. Не знаю, используете вы или нет конструктор отчета в Google Analytics. Если по целевым страницам сделать конструктор, то можно понять хотя бы, на какие страницы приходит трафик и делать, ну видеть понимание, целевые они или нет. На 100% это как бы не дает уверенности, но по различным срезам можно примерно понять, может вообще на эту страницу вести целевой трафик или нет. Мы планируем в дальнейшем различные конструкторы и срезы добавить просто отдельно, то есть не в рамках отчета для клиента, а просто как отдельный раздел. Это различные уже готовые конструкторы всяких вот таких аналитических отчетов. То есть клиент уже еще не будет на 100% уверен, что этот трафик целевой и что мы работаем верно? Ну на 100% да, потому что сами системы аналитики не дают нам эти 100%. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо и крайний вопрос. Приветствую, Денис, SEO Trash. В общем, такой вопрос, Илья. Ты сказал, что Russian Analytics, пока не там сообразят, подключишь, будет контекст считаться еще. Замотивируй зал еще, что еще будет? Какие фишки, чтобы они завтра уже зашли по промокоду и проплатили год как минимум еще? Ну вот как раз молодой человек перед тобой вопрос задал и вывел. То есть мы планируем делать отдельный блок. Это различные срезы, конструкторы отчетов крутые, которые можно делать в принципе самостоятельно в Google Analytics, но не у многих есть такие навыки. Метрика со своим конструктором многое не позволяет делать. Мы будем тянуть эти данные, и эти конструкторы уже готовы, шаблоны. То есть надо будет нажать кнопочку, хочу вот такой вот крутой срез. Ему такой крутой срез будет. Хочу вот такой срез. Если ему будет, нажал одну кнопочку, ему будет отчет по этому срезу. Вот. Это основной такой дальнейший критерий и ветвь развития. Аплодисменты, безусловно, действительно. Илья Русаков, огромное тебе спасибо, дорогие друзья. У нас еще остается, ну, крайний момент. 25, ну, 27 минут. Я просто сейчас хочу подвести итоги.